Библейский портал экзегет.ру представляет Ну, а вот у нас Иеремия, он любыми способами доносит свою мысль до своих слушателей и до нас, читателей, в том числе с шокирующими образами иногда. Так говорит мне Господь. «Ступай, купи себе льняную набедренную повязку, опояшься ею, не погружай ее в воду». Льняную, то есть хорошую, льняная ткань тогда ценилась, как, впрочем, и сегодня. Набедренная повязка, ну, это то, что надевают на голое тело, ниже всего. Не погружаю в воду, но, очевидно, береги ее, намокнет, как-то раскистит. «Я купил повязку, как велел мне Господь, и опоясался ею. Вновь было мне слово Господне. Возьми повязку, которую ты купил, и теперь носишь. Иди к Фаре, и спричь ее там в расселении скалы». Фара — это такой поток, который недалеко от Иерусалима, но одновременно тут использована форма, она может быть и форма от названия реки Ефрат. Ну, вот как сказать, поезжай в Новый Иерусалим, и это будет похоже, как поезжай в Иерусалим. Новый Иерусалим, он недалеко от Москвы, можно на электричке доехать, а Иерусалим большой, он далеко там. Так просто не попадешь. Но Новый Иерусалим символизирует старый. Вот так, видимо, поток Фара символизирует реку Ефрат, куда в свое время будут изгнаны жители Иерусалима и Иудеи. «Я пошел к Фаре и спрятал там повязку, как велел мне Господь». Ничего себе действие, да, поносил белье, потом пошел куда-то и спрятал там в укромном месте. Спустя много дней Господь сказал мне, «Иди к Фаре и забери повязку, которую я велел тебя спрятать там». Я пошел к Фаре, откопал повязку на том месте, где спрятал ее, и оказалось, что повязка истлела, ни на что не годится. Но еще бы лежал в земле, тем более в мокром каком-то месте, и такое уже никто надеть не захочет на себя. «И было мне слово Господне. Чего может научить грязное и слевшее белье? Да все, что угодно может научить. Так говорит Господь. Вот так же я заставлю истлить гордость Иудеи, великую гордость Иерусалима. О, зло этот народ, который отказывается слушать мои слова, поступает по упрямству моего сердца, поклоняется богам иным, служит им и простирается ниц перед ними. Будет с ними то же, что и с этой повязкой, которая уже ни на что не годится. Как повязка прилегает к бедрам человека, так я прижимал к себе рот Израиля и рот Иуда, говорит Господь, чтобы они были моим народом, моим именем, моей хвалой и славой, но они не слушали». То есть, смотрите, фактически он говорит, «Иерусалим, ты для меня мое нижнее белье». Это не оскорбление ли? Да нет, что ближе к телу человека, чем его нижнее белье? И одновременно нижнее белье, ну, понятно, оно бывает грязным, бывает неприятно его брать в руки. И вот здесь тот же самый образ. И оказывается, что и это сгодится, не просто сгодится, это важный способ. Вот Иеремий любыми способами дает образы, он из сельского хозяйства, из металлургии, и вот здесь уже есть область одежды. Любыми способами он старается объяснить эту простую мысль, что Израиль, Иерусалим, Иудея более не соответствуют своему предназначению. «Скажи им такое слово, так говорит Господь Бог Израиля, кувшин наполняют вином». Вот еще один образ. Они ответят себе, «Разве мы не знаем, что кувшин наполняют вином?» «Тогда скажи им, так говорит Господь, всех жителей этой земли, и царей, и выседающих на престоле Давида, и священников, и пророков, и всех жителей Иерусалима, всех напою я пьяным хмелем. Я разобью их брата о брата, отцов вместе с сыновьями, говорит Господь. Не пощажу их, не пожалею, не помилую, истреблю их». Вино очень часто, кстати, символ вовсе не праздника, а разудалого пьянства, и позора, ущерба, ну, представим себе, пьяную драку, да? Вот здесь тоже. «Слушайте, внимайте, высокомерно не будьте, ибо Господь сказал это. Прославьте Господа вашего Бога, прежде чем тьма наступит, прежде чем вы споткнетесь в горах во мраке. Будете ждать света, но свет он сделает тьмою, кромешным мраком. Если вы этих слов не услышите, будет плакать душа моя втайне, рыдать горько о вашей гордыне. Глаза мои зайдут слезами, ибо в плену стадо Господне. Вновь Иеремия плачет о своем народе. Вот то он Господу жаловался, теперь он жалуется самому этому народу, что он никак не может отвязаться от него. Ему говорят, уйди отсюда, перестань нам это все говорить, мы и так без тебя все знаем. Он говорит, нет, я буду о вас плакать. «Скажи царю и его матери, на землю сядь, упал с вашей головы венец славы». То есть нет больше царства, вы простые люди. Осуждены города Негива, спасти их некому, южная область пустынная. «В плен увели Иудею, впленили всех до единого. Взгляните, смотрите на тех, кто идет с севера. Где же стадо, что дано тебе было, прекрасные твои овцы? Что ты скажешь, когда к тебе нагрянут те, кого ты сама научила быть правителями твоими? Муки тебя охватят, словно роженицу». Сама научила быть правителями твоими, то есть Иудея старается все-таки договориться с северными царствами, с ассирийцами, договорилась потом с Вавилонинами, но не все идет гладко, есть желание отделиться, и сепаратизм обычно карается, и вот они идут, но они уже приучены, что Иудеям подчиняются. Сама она поставила себя в такое положение. «В сердце своем ты воскликнешь, за что мне все это?» «За бесчетные грехи твои, подол твой задрали над тобой, надругались». Еще один образ, очень грубый, эротический, сексуальный даже, можно сказать, напрямую. Но вот как и нижнее белье, вот до такого уровня нужно бывает снизойти, чтобы показать, как это выглядит. Может ли эфиоп поменять свою кожу, леопард, пятнистую шкуру? Имеется в виду, что эфиоп – это чернокожий, вот он не станет белым. Впрочем, и белый не станет черным, леопард тоже не перестанет быть пятнистым. Можете ли вы творить благо, лишь зло научившись? Для вас зло настолько естественно, как цвет кожи, расцветка шкуры для животного, вот вы уже с ними сроднились. Раста кто? «Я разметаю их, как мекину, что кружится на ветру пустыни. Это жребий твой, удел твой отмеренный мною, говорит Господь, потому что меня ты забыла, на лошу повала. Вот за это я сорву твой подол, на лицо тебя наброшу, пусть срам твой увидит». Такая ситуация крайнего позора, когда заголяют, причем публично. «Разврат твой, ржание похотливое, блуд твой гнусный, на холмах пустынных, все мерзости твои вижу я, горе тебе, о столице, доколе ты будешь нечистый». Ну, а на самом деле, вот это изнасилование, причем публичное, оно приходит как наказание за добровольное самоизнасилование, за то, что эта самая страна, этот народ, они ударились в идолопоклонство, которое понимается, как такой же публичный, демонстративный блуд, с кем попало, а раз так, то однажды попадет совсем не тот, кого бы ты хотела. Логичный вывод. И вот интересно, что Иеремей совершенно не стесняется такими словами говорить, то, что начиналось с Нижнего Беля, закончилось вообще чем-то крайне-крайне непристойным, но потому, что непристойно то, что происходит. И описать это бывает удобно самыми шокирующими, самыми грязными словами, что здесь и сделано. Но в 14 главе, конечно, с лексикой у нас будет получше, у нас не будет таких грубых выражений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok